Всем здравствуйте! С вами компания Лесобаза РФ, меня зовут Сергей. Впервые панели из дерева для отделки поверхностей появились примерно в 1935-1940 годах. Панели с соединением четверть начали обивать вагоны. В связи с этим эта панель и получила свое название – вагонка. Спустя некоторое время вагонкой стали обшивать помещение. В вагонке применили два вида соединения – четверть и шип-паз. Это продолжалось примерно до 1980 года. В 80-е годы в Россию из Европы пришло новое веяние. Новые панели отличаются от старой вагонки тем, что для их соединения применялось пазовое гребневое соединение. А с учетом того, что такой вид панели пришел из Европы, она получила название – евровагонка. А в 90-е годы появилась новая панель, также пришедшая в Россию из Европы, которая получила название – блокхаус. Эта полукруглая панель на лицевой стороне и при отделке поверхности создает впечатление от цилиндровного бревна. В начале 2000-х годов появилась еще одна новинка – панель под названием имитация бруса. Происхождение и название связано с тем, что при отделке стена создает имитацию бруса. Подведем итог. За 70 лет всего лишь три новинки в отделке деревом. Разница достигалась только за счет толщины, ширины и пород древесины. Отделывали евровагонки блокхаусом имитацией бруса, а в основном бани, сауны и дачные домики. Некоторые деревоперерабатывающие компании пытались предложить один-два вида новых профилированных вида панелей. Но это не привело ни к чему кардинально новому. Наша инновационная разработка позволяет решить многие проблемы при выборе отделочных материалов для отделки помещений. Декоративные панели сделали возможности дизайна безграничными. При этом каждый может стать автором проекта и создать свой неповторимый стиль. И не важно, что это будет – дом, дача, квартира. Уникальность данных панелей заключается в том, что они имеют разные профиля и гармонично комбинируются друг с другом. Разнообразие стилей и рисунков на поверхности достигается не только благодаря комбинациям разных по внешнему виду панелей, но и сочетаниям разных пород древесины. Это внутренняя отделка нового уровня, поистине безграничными возможностями, позволяющие не ограничивать себя.